Я хочу вам рассказать и показать сегодня коллекции. Ты живешь в какой-то истории. Мастер вложил туда свою душу. Более комфортные, тактильные ощущения. И теперь мы хотим цвета. Мы не боимся его. В интерьерной моде, как и в жизни, все циклично и движется по спирали вверх. Одни элементы сменяются другими, знакомыми по прежним временам, но более совершенными с технической точки зрения. Когда мы начинали, был прямо пик такой. Обои были очень востребованы. Тогда еще были дизайны, в которых очень много использовалось обоев на стенных покрытиях. Вот года четыре назад обои немножечко отошли на задний план, и широко начала использоваться покраска. Покраска, лепной декор. Я тоже, конечно, это очень люблю, но все-таки спальни детские. Я предпочитаю всегда и сама, и своим клиентам. Я всегда делала в обоях, потому что это более-более уютный такой материал на стенах, более комфортные, тактильные ощущения. И ты живешь в какой-то истории, получается. Сейчас на пике всего это текстильные коллекции. И причем я не говорю, да, в нашем понимании, у многих, наверное, в понимании, что текстильные коллекции это а-ля махровая классика. Увы, нет. Текстиль может быть современным, фактурным, красивым, цветным, натуральным. Есть потрясающие коллекции из натурального льна, есть потрясающие коллекции из натуральной шерсти. То есть это все, вот это, это текстиль. Что нам это дает? Это долговечность. То есть эти обои подойдут не только вашим детям, но и внукам, и правнукам. Эти обои сейчас технологии по производству вообще позволяют продлить жизнь любым настенным покрытием. Они не выгорают, они устойчивы к разным техническим каким-то повреждениям. То есть вот технологии на пике всего. Я хочу вам рассказать и показать сегодня коллекции бренда Нитбор. Очень молодой, свежий бренд. Образовался он в 96-м году. Вообще, на самом деле, у них есть знаковый дизайнер, который зовут Ханна Бен Бельдо. И если вы посмотрите, вы увидите действительно ее коллекции, которые она отрисовывает изначально вручную. Она все это собирательным образом. Она является флористом, она собирает сама цветы, сама все это разрисовывает. Все производит и переносит на потрясающего качества материал. Шведский флизелин очень высокого качества. Если мы говорим про плотность данного материала, это 130 грамм на метр. Если стандартная плотность материала 80-90. Что нам это с вами дает? Долговечность, износ и стойкость. С ними ничего не происходит в течение времени. Которая производит настенное покрытие, соблюдая такую вот традиционную скандинавскую историю. Очень они почитательно относятся к густвианскому стилю. Они очень любят воссоздавать разнообразные архивы. И коллекция Фэмили 2, это коллекция, которая предназначена, ну как название, предназначена для семьи. То есть мы здесь с вами найдем дизайны, которые будут прекрасно украшать детские комнаты. И конечно же мы с вами здесь найдем дизайны, которые подойдут абсолютно в любые помещения. Ну и коллекция Кубы, конечно же, говорит название само за себя. Яркая, сочная, колоритная, с отсылом на колониальный стиль. И большим преимуществом данной коллекции и каталога является, что у нас здесь с вами есть сразу же ткани компаньоны. Если вам сказать по поводу фонов, это потрясающие фактурные фоны, которых здесь, по-моему, 28. То есть абсолютно любого цвета. Достаточно такие они прям фактурные. Ну, конечно же, тропики, банановые листья. Куда, без них. Сейчас ценится, и, наверное, это уже пошло, наверное, даже с 20-го, с 19-го года, да, воссоздание, восстановление старинных ремесел. То есть ручной труд у нас, к сожалению, канет в лето. И сейчас многие европейские производители, они воссоздают технологии именно ручного труда. Потому что, как всегда, говорят, что это действительно очень ценно. И когда ты понимаешь, что даже обои произведены вручную, то мастер вложил туда свою душу. А это лениться, да. Если мы говорим, опять же-таки, натуральность и экологичность, да, то есть мы живем в эпоху экологии. Конечно же, натуральные материалы, либо качественные имитации. Если мы говорим по цветам, сейчас мы очень много находились дома. Мы понимаем, что окружение, вообще все эти стены, они большую роль играют вообще, в принципе, для нас. И теперь мы хотим цвета. Мы не боимся его. Мы хотим цвета. И мы хотим яркости, сочности, живости. Вот в этом, конечно же. И если мы говорим всегда, это контраст фактур. Что я имею в виду? То есть обязательно покрытия должны быть не плоскостными, а контрастными, фактурными. Наш глаз устроен так, что мы обязаны цепляться за какие-то фактуры. И только тогда мы можем наполняться, отдыхать и восстанавливаться. Огойное производство, оно просто кардинально поменялось. Сейчас это просто шедевры дизайнерского искусства, потому что каждая коллекция создается или дизайнером, или группой дизайнеров. И это лучшее, можно сказать, это практически произведение искусства иногда бывает. Поэтому иметь у себя, например, на стене обои бренда Колон Сан, это вообще, можно сказать, иметь у себя арт-объект в квартире. Это очень ценится, знатоки это ценят. И это эстетика своеобразная. Мы должны, мне кажется, свои жилища делать эстетичными, потому что и детей воспитывать в эстетике, в такой хорошей, доброй эстетике, правильной какой-то, соотношение цвета, формы, это все должно закладываться с самого детства. Быть может, когда-то рисунок на обоих определял художественную концепцию всего помещения. Сегодня даже характерные, очень выразительные сюжеты могут стать дополнением совершенно любого стиля. И причина тому – страсть к оклектике, присущая нашему времени. Вообще 2021 год – это год эклектики. Эклектика – это когда очень грамотное смешение стилей. Классики современного лофта, современного пышного барокко и абсолютно ультра-урбанистического. То есть вот это вот смешение как раз-таки позволяет. Родекор – это настолько универсальный продукт и материал, который подходит абсолютно для любого стилевого направления. И, как я уже сказала, 114 артикулов, которые позволяют. Это вообще как конструктор лего. Вы можете создать абсолютно любое свое решение, либо воспользоваться готовыми решениями из готовых каталогов. И, в принципе, по стилистике. Но даже если мы говорим про классику, классика – она вне времени. И она всегда будет существовать. В мире, где создаются обои, процесс происходит примерно так. Сначала возникает концепция будущей коллекции. Затем к процессу подключаются художники. Ну а после технических этапов, в ходе которых рисунки стали обоями, с готовыми каталогами знакомятся действующие дизайнеры. Так, например, в интерьерном салоне «Хрусталь» проходит презентация компании «Петерра». Что-то же забывается, какие-то вещи. И вот никогда лишним не бывает сходить на такое мероприятие. Обязательно что-нибудь или освежиться в памяти, или узнать что-то новое. Для дизайнеров это очень все актуально. Для того, чтобы узнавать быстрее о новинках, также фантазия быстрее начинает работать. У нас, дизайнеров, подобные презентации обучают. Именно здесь мы получаем вдохновение и решения какие-то нестандартные, которые нас волнуют, не которые предлагает компания. Знаете, вот если обратной связи нет, то компания может только предложить что-то, да. А в чем нуждаемся действительно мы? И они нас слышат, и они включают это в нашу обратную связь. И это очень здорово. Новая коллекция «Садши Нуазри», которую мы сегодня презентовали, вообще это четвертая коллекция. И она создана для того, чтобы объединить все существующие. То есть, как я говорю, как конструктор лего, он сочетается. И вообще, в принципе, эклектика и сочетание стилей было придумано до нас. Коллекция «Садши Нуазри», она объединяет все четыре коллекции. То есть, китайский стиль рококо, китайский стиль барокко и китайский стиль и арт-деко. То есть, это все вот вам показано уже в готовых решениях и все придумано. Интерьеры, они как люди. Кто-то предпочитает остромодные тренды на короткий промежуток времени, а другие спокойно чувствуют себя в знакомой и предсказуемой классике. На самом деле, если говорить про тренды, которые существуют, тенденции, они же краткосрочные. Ну, показали там что-то такие яркие, какие-то тропики, очень вызывающие, я не знаю, в сочетании, в колористике. Но это ненадолго. Оно все равно уйдет. Более спокойные тропики, они всегда останутся. Да, классика, она всегда останется. Геометрия, арт-деко. Но арт-деко, это, наверное, мне кажется, один из самых востребованных стилей, в принципе, для нашей России, потому что, ну, любят у нас дизайнеры арт-деко, и у нас клиенты очень любят арт-деко. На развитие интерьерной моды влияют и географические условия, и экономическая ситуация, и многие другие факторы. И учитывая влияние эстетики дома на жизнь в целом, люди стали более осознанно подходить и к созданию интерьера.